говори вон зеленая крыша торчит из-за деревьев что это гор военкомат показываю сейчас будем поворачивать налево а там что будет там зеленой крыши дом магазин баллы изумительная парикмахерская продобрить меня там подстригли красиво быстро и недорого сейчас выйдет игорь и расскажет кто как и почем вот игорь и стригут здесь игорь потом расскажешь как подстрелить аптеку номер один вот там блинная была ногу так и вот я в деревне кошка кошка здесь розы есть красивые розы баня скажу сразу город уральск это не город моего детства но когда я приезжаю сюда мне кажется мне кажется мне кажется здесь все таким родным и знакомым здесь фонарики разноцветные настойки горят прикольно ночью ездить пару раз наверно ездили изумительное парикмахерская продобрить меня там подстригли красиво быстро и недорого сейчас выйдет игорь и расскажет кто как и почем зайдем посмотрим как она выглядит я быстренько сниму вот игорь и стрибут здесь игорь потом расскажешь как подстрелить сколько вообще лет этой парикмахерской сколько на здесь на районе дороге в следующем году 40 лет сколько стрижка сколько заплатил за мои за свои три тысячи деньги тысячи деньги это 350 рублей за двоих бесплатно до свидания спасибо за стрижку несколько казахстанский или казахский колорит как правильно казахстанский колорит и идешь радость приквахерской красивый пострижен сияют люди радуются прямо аж светло на улице от меня она нам нам радуется твои и красивые кошечки серенькие ухты посмотрите как здесь зелено игорь подожди свою подругу этот салковского улица правильно сегодня на улице салковского номер 8 спилили дерево этому дерево было игорь сколько лет дерево было а сколько дому лет ну 50 или 79 43 года дерево было зашли в за и купить конфеты давайте посмотрим почем конфеты казахстане цене 4 тысячи 3 800 шоколадные конфеты 3 тысячи здесь с мармеладом 2000 коровка сколько коровка 1800 коровка так вот так сейчас выглядит магазин шаик рынок рынок куклы магазинов убрали это улица перед магазином жаик рынка нет людей мало никто не толпится а на аллее под деревьями сделали скамейки и теперь в тени деревьев можно спокойно отдохнуть вот такая красота получилась каменечки лавочки все чисто убрано люди могут спокойно посидеть в тюлочке сейчас пока игорь набирает конфеты покажу эту красоту решили еще купить колбасу с мясом или из мяса как называется называется перекрут а цена за килограмм три триста три триста три триста и скажи еще раз да вот цены кроме вина тут есть водка где пиво вот цены на пиво не 230 230 также есть добрый бобр не знаю ну балтики а именно казахстан а вот алмата сколько 270 ирбис 300 гербин ну я не знаю это девять чай каргандинский вроде бы да нет новосибирский это балтика 540 рублей 2 баночки пива алмата и члены проехали перекресток он там вдалеке продают квас мы потом заедем и все покупали к вашу желтой . теперь стоят кеги все да больше ничего интересного ты там вас пил вкусный был великолепный класс а сейчас вас такой же сейчас чудесно мы пока квас только бутылка покупали будем попробуем и вам обязательно сообщим какой вкусный класс с риму датова скажи правда тохта-стоп не тохта-тохта так тохта-тохта перекресток жигули вот не справа кто-то говорит все думают что это в тольятти там самаре как называется мост автопарк опять автопарковский мост он опять так же называется его я помню вот это автопарковский мост если кто знает новое название пишите в комментариях обязательно справа автобусный парк жамбул улица джамбульская она опять не изменилась жамбыл но может третий раз снимаем эту улицу улица жамбыл там просто остановки было написано я могу и быть без игры быть гидом по уральску смотрите как тебе впечатление от уральска я у тебя интервью беру после трех лет отсутствия мы попали в самое самый интересный момент когда на волне курсового роста рубля доллар и евро и то же самое произошло по отношению к тенге с рублем в казахстан ехать просто очень здорово все очень дешево получается ружейникова рэ улица рэ ружейникова едем смотрим восхищаемся гагарина вот перед нами со светофором улица гагарина вот так идет сейчас поедем налево в затон затон имени чапаева так извиняюсь светофор смотрим улицу вот такого не было оранжевых полосок а что это вообще такое посмотри там типа рынка что-то а вот 12 школа получился кем привет привет учащимся из 13 школы выпускникам 13 и учащимся тоже все проекты здесь был раньше мясо комбинат ну ты уже говорил больше было дальше затоновские дачи люди побросали их тут дома поразбирались стали пустыри теперь люди просто вот берут участки строят дома и живут здесь а теперь как частный сектор живут эта территория в сильные паводки и и затаплива канализация есть я не знаю септики нами тут у людей централизованной канализации тут нет видишь даже не ко всем домам еще с электричество подведено столбок нет вот тут дом строится нет еще электричество воду здесь скважина забивает 15 метров и вода но вода жестковата ну правда живут вот канализация видишь стоит как здесь машина везет вообще непонятно 28 июня 1922 года казахстан уральска рубли выгоднее менять если рубли продавать на тенге выгоднее в обменниках банках стоит 664 коммерческих обменников 727 40 480 тенге за 1 евро но у них она не очень дешево покупает рублей 664 тенге за 1 рубль тахта тахта паровоз келем жатр колеса говори говорю автовокзал где автобусы разъехались они чуждать что тем с утра загрузились и разъехались по районам вон здание автовокзала там гостиница есть европа отель называется отел европа почему европа потому что через 500 метров будет мост через реку урал и там уже азия будет поэтому тут европа а через мост будет азия азия каждую поездку снимаем это красиво стоило вот мост жиды нет ни жиды ауральный мост автомобильный через реку урал старый мост лишь бы поспорить покажи пляж на который мы поедем там он звон он там за поворотом далеке на той стороне ладно потом покажусь мы спрались на пляж на новый секретный пляж на котором я еще ни разу не было но я не была значит секретный дальше что у нас по плану там перейти будет километровый мост через пойму реки урал что интересно в этом москве просто два километра просто интересно в том что там камаз лет 30 назад врезался в машину моего отца вот двухкилометровый мост пойма реки урал написано пойма реки ночью скажи что здесь очень красиво мы с с тобой я говорю ночью очень красиво на этих стойках фонари разноцветные горят я сама хотела сказать здесь фонарики разноцветные на стойках горят прикольно ночью ездить вот где вот этот вот мост металлический горбатый а сама пойма а здесь заливает только весна большая вода не каждый год но бывает заливает вот сама пойма сейчас покажу сколько стоит бензин 95 215 заправок много дешевле цена но бензин дешевле чем в россии какой красивый парк с авиабатой оградили строят что это жизнь тут кипит в казахстане тракторы смотри чисто чисто аккуратно все нотариус ну я снимаю видишь жизнь идет поселок называется подстекная дункенов сколько дункенов молчи бардулган немного покажу растительность казахстана она вся такая скудная скажи что тут есть карагач еще здесь степи много волков расскажи историю про волков про женщину который на остановку это Светловская область это не здесь была но здесь тоже страшновато ночью ездить по степи здесь другое было расскажи что здесь было дороге газель сломалась 4 человека в ней ехало дочь лет пять шесть назад тут семь все двое пошли на огни поселок через поле через степь а двое стали ждать машине те кто стали ждать машине двое замерзли очень холодно было а те кто пошел в поселок за помощью тех волки съели то есть это не анекдот нет а что тут где тут смеяться а в Акжаике куда мы едем мужик сидел дома кто-то в дверь скребется к нему он открыл дверь а на него волк бросился это вообще жесть он отбился от волка вытолкал его на улицу и дверь закрыл прогнал не пущу он бежит 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 одна лошадка отстала давай побыстрее побыстрее он ждет ее там он гуляет по степи у них GPS метки стоят и их потом смотрят по смартфону где они ходят и этот хозяин на лошади едет собирает их и гонит к себе за и еще в степи мы видели пару питанных сусликов на обочине дороги Удодов и степных красавцев-орлов. Поселок Акжаик, подъезжаем. Яма на яме, уже несколько ям поймали. Можешь поругаться. Поругался и хочет больше ругаться. Ой, господище, опять проехали. Дороги не ремонтируют, а когда-то здесь летали на машинах. Сотню можно было спокойно делать. Кошки леди, леди. Кошки леди, леди. Скажи. Добро пожаловать. В казахский скажи. Кошки леди, леди. Съезжаем теперь на эту тропиночку. Грунтовую дорожку. Как мы здесь поедем? Опа. Опа, зацепили. Зацепил пузом? Не пузом, с весом. Ага, понятно. А как ехать-то? Не знаю. Я помню дорогу, коровьи лебёжки. Здесь были гуси в прошлый раз. Суш какую-то ест там. Не знаю. Полынь врезёт. Ноги спутаны, чтобы не убежали. Опа. И вот ещё. Красавица. По морям, по ладам. Так, и вот я в деревне. Кошка, кошка. Боишься меня, да? Здесь розы есть. Красивые розы. Ну вот они, кошка бегает. В бане. Дальше идём смотреть, что у нас здесь. Где куры? Вот так выглядит курятник. Ух ты. Ух ты. Кокорочка на седке. Ой-ой-ой-ой. Убегай, убегай, убегай. Короче, я их развеселила. Ой, сколько много котят. Они такие маленькие, красивые. Убегай, убегай, убегай. Здесь детская площадка ещё есть. Здесь ребят в футбол играют. В этом году начало июля было холодным. И поплавать на Урале не получилось. Хотела показать пляж Металлист. Какой он сегодня? Но увы. Всем пока-пока. В следующем видео легендарное кафе Марина, старая часть города Уральска и кое-что ещё интересное. Ой, ахуину тебя не дал. Субтитры сделал DimaTorzok